Привет-привет, это Кикс Контест и Лёха Матрас Флай Уай. Сегодня на тестах Jordan Ynot 04. Let's go! Четвертые Ynot'ы четко соответствуют своему размеру. Они подойдут игрокам с широкой стопой и высоким подъемом. Материал верха в носовой части слишком уж дубовый и пальцы в первое время при любых движениях неприятно врезаются в стенки пальцевой коробки. Также при боковых торможениях стопа врезается в боковые бортики и там тоже не хватает набивки для смягчения этого удара. Требуется пара тренировок на разбивку этих кроссовок. Потом, после разминки, когда кроссовки разогреются, они немного размягчаются и во время игры эти моменты не особо ощущаются. В задней части набивки достаточно и по комфорту там все ок, если бы не одна проблема. При вытягивании носка Ахилл упирается в жесткий бортик пяточного стакана. Конечно, это не самое частое положение стопы, но бывают ситуации, когда ты можешь словить лютый дискомфорт в районе Ахилла. Что касается вентиляции, то четвертые вайноты не пропускают воздух ни через внешний корпус, ни через язычок. В передней части подошвы четвертых вайнотов за амортизацию отвечает бургер с двойным зум-баллоном. Со своими задачами он справляется превосходно. Баллоны отлично гасят нагрузку при приземлениях, да и чувство корта при этом не потеряно. В средней части традиционно расположена упругая пластиковая вставка, которая добавляет немного энергии при беге и выпрыгиваниях. Тут я даже вспомнил, что умею так. Надо еще поработать над амплитудой. А еще я тут впервые сделал вот так. А вот в пятке нихрена нет. Просто небольшой слой пены. И его реально не хватает. Даже на разминочных упражнениях пятка пробивается и страшно представить, что будет, если ты приземлишься на нее после хорошего вылета. И неудивительно, что Саня, который прыгает раз в пять тренировок, умудрился отшибить себе пятку. Блять, ебаная войно-то еще, сука. Блять, третий день уже, блять, пятка болит. Прям отбил на правой ноге пятку, блять. Причем я ее отбил уже тогда во вторник, блять. Вроде бы успокоилась, четверг снова, блять. Рисунок протектора на четвертых войнотах выполнен в виде опарышей. Сам материал подметки зависит от расцветки. Где-то оси сол, где-то классическая резина, как здесь. В целом, проблем со сцеплением ни с одним покрытием не возникло. На тракт-тесте они проскользили немного на слегка запыленном паркете. Во время игры такого не наблюдалось. Но думаю, если паркет будет более пыльным, то они уже начнут скользить. Премиальных материалов мы здесь не наблюдаем. И тут мы, конечно, видим деградацию линейки. Предыдущие модели серии тоже не обладали особо крутыми материалами. Но они хотя бы были интересно сконструированы. В том плане, что дизайнеры брали кучу рандомных деталей, соединяли их все в одни кроссовки и получался такой франкенштейн. И все понимали, ага, это кроссовки Весбрука. Сейчас же они, грубо говоря, взяли пресижены, зафигачили корпус в яркие принты, сделали пару нашивок и готово. Но это уже не тру. Благо, хоть качество сборки на высоком уровне. Все прострочено ровно, а клей вообще нигде не торчит. Прослужить тоже должны долго. Материал корпуса довольно жесткий. Да и все места нагрузок запаяны. Подошва, конечно, для зальных покрытий. Но режим выйти и побросать на резиновой крошке вполне способен выдержать. Безопасность Ради нее мы жертвовали некоторыми аспектами комфорта. И благо, здесь все сделано как надо. Носовая часть хорошо фиксируется этими внешними ремешками с обеих сторон, которые образуют собой петли под шнурки. Пятка плотно сидит в пяточном стакане. Это при условии, что ее туда вжимают внутренние петли под шнурки. Боковой аутриггер традиционно отсутствует в четвертых войнотах. Но вот эти бортики с внешней стороны реально сдерживают стопу при боковых нагрузках. Да и подошва сама по себе широкая, благодаря чему кроссовки достаточно устойчивы. Единственный провал здесь это, конечно, амортизация. Отшибать себе пятку при каждом неправильном приземлении не самая безопасная тенденция. Линейка Y-NOT уже не так завораживает и привлекает, как это делали первые две модели. Это касается как внешнего вида, так и функционала. Данная модель подойдет скорее легким первым и вторым номерам, в основном предпочитающим горизонтальные нагрузки с резкими ускорениями и сменами направления. Не уверен, что они кого-то зацепят на лайфстайл, уж слишком все как-то колхозно. В целом-то они как бы неплохие, но вот очень, кстати, напомнили мне найки-фрики. Тоже такие же, вроде бы как бы целостные, вроде бы неплохо, но что-то везде подтачивает. Ну а нам остается лишь ждать выхода следующей модели и надеяться на то, что с них начнется реабилитация линейки Весбурга. Подписывайся на канал, если вдруг еще не подписан. Обязательно, кстати, чуть не забыл, участвую в конкурсе. У нас проходит мега-конкурс призов на 50 кусков. Чтобы в нем поучаствовать, нужно забить 14-3 быстрее остальных. 14 трехочковых в одном матче – это рекорд Клея Томпса на всех времен, не побитый никем. Подавать может бесконечное количество человек. Мечей может быть сколько угодно. Главное, поставь таймер и без монтажных ухищрений забей 14-3 быстрее остальных. После чего выкладывай этот видос к себе в инсту, отмечай нас и Анта Раша. 14! Сколько? Минута 36.49! С вами были Кикс Контест, Леха Матрас Флай Уайт. Всем пис, кушайте супчик. БАМ!